всем привет меня зовут кристина и вы на моем творческом канале сегодняшнее видео хоть и называется влог визуальный но по факту это будет скорее всего эпизод потому что записывать я буду это все одним днем и я хочу сегодня рассказать о своих процессах новых начинаниях финишей у меня нет носков у меня тоже нет надеюсь это вас немножко порадует но все процессы примерно у меня на стадии 50 процентной готовности и расскажу о покупках новой пряжи да да и моя завязка почему-то так рано закончилась но я у меня есть оправдание себе ну возможно я просто себя этим оправдываю конечно оправдание есть не знаю как она устроит или не устроит кого-то или даже меня меня но тоже не устраивает но я не смогла удержаться от таких шикарных составов ну что же хочу приступить сначала в начале видео со своих работ которые я вижу сейчас и давайте начнем со старой работы потому что остальные нет не остальные две будут старые работы и раз два три и три новых будет работы начну со старой работы она у меня хранится вот такой косметички это вообще моя носочная косметичка но носков нет поэтому так как косметичка занята той носков тоже нету здесь здесь сейчас найду перед перед вот он перед здесь вяжется такой вот мой кривой топ абсолютно весь кривой ужасная рядность ужасные петли кривые до безобразия скажем так на нем я отрабатываю вот на нем я отрабатываю лицевую гладь когда он начал вязаться по кругу стало конечно немного лучше но все равно так как я к нему редко приступаю и редко к нему притрагиваюсь то все равно плотность пляшет здесь на спине даже есть полоска возможно возможно вы ее не видите но вот она вот она идет то что рядность моя скачет но так вот он на такой стадии здесь конечно не 50 процентов сразу скажу здесь на процентов ну 30-40 35 давайте так вот я не знаю будет он мне нормально будет ненормально буду я выносить не буду но честно так как у него максимально скучный цвет вот то я планирую наверное на нем какую-нибудь вышивку сделать тем более этой пряжи у меня еще много других цветов естественно это alize bella я уже забыла что я вам не напомнила это alize bella цвет не скажу потому что у меня ничего нету у меня а нет есть у меня есть вот такой вот моток это уже распущенный моток и практически целый внутри то есть они уже соединены углом а вот пряжа у меня этикетка осталась это alize bella цвет номер 01 вот такой молочный цвет топленого молока вам полностью он передается все правильно вот такой процесс честно к нему притрагиваюсь редко вяжу его на спицах три с половиной как-то он у меня не очень идет чисто когда наверно расслабиться не расслабиться но сейчас у меня в сентябре я плане как я планирую сделать два финиша две работы закончить но я не уверена что я их успею закончить но надеюсь что хотя бы одну закончу поэтому этот у меня в небольшом таком стопе стоит но рядом с рабочим местом если можно так сказать вот моя первая 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 моя процесса первый процесс и дальше 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 еще покажу одного так сказать старичка честно сказать повредила но не повредила растянула руку две недели я вязала метель болит адские запястья я прям шевелю мне больно а вязать охота и вот эти две недели я занималась в основном вот этим простите пожалуйста у меня есть металлическая корзинка в основном занималась вот этим большущим 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 господи тут все в нитках запуталась огромнейшим платком я даже не могу его обхватить здесь я уже вышла на уголочек вот он у меня уголочек он просто пока получается гигантский наверное мне он большевато будет ну ну ладно что надеюсь единственно что он не растянется так как я его вижу из ализе артисана так не отсвечиваем цвет 433 и добавила я ниточку мохера астра нет вру аврора не астра мохер аврора там 67 67 короче сколько-то процентов мохера большая часть 5 процентов мериноса и остальное полиамид мохер на полиамиде я уже его показывала наверное видео штук пяти в общем показывала я его часто рассказывала здесь метраж по моему 1000 метров на 100 грамм возможно 800 метров на 100 грамм но как-то бобинка очень быстро уменьшается она была в два раза толще а я планирую еще потратить эту бобинку на берет и на естественно варежки в комплект то есть вот такая вот такой вот у меня платок здоровый ушло пока на него целый моток артисана это уже второй и он уже наполовину пуст вижу из серединки чтобы он мне не болтался пока все вот это закручивается вот такую колбаску но надеюсь что ВТО и блокировка помогут этому процессу распрямиться и стать красивым ну я думаю на него уйдет где-то 250 грамм пряжи вот такой вот мой процесс и этот с этим процессом я хочу финишировать в сентябре потому что ну потому что пора уже уже холодно и я хочу максимально быстро хотя бы что-то закончить потому что август у меня был вообще практически невязальный там всего 200 грамм пряжи извязаны в этом году в этом году в этом месяце в сентябре охота отвязать панично побольше так следующий у меня процесс и заодно состоявшаяся покупка пряжи тут два в одном да я буду периодически к нему наклоняться я купила так сейчас не запутаемся купила мото два моточка Alize Bel Ambre ботик это у меня цвет 74 11 вот такой вот переход из блин даже такого нежно-нежно серо-голубого цвета вот он как бы передается а как бы и не до конца в просто темно-серый два моточка таких купила вообще по вижу его по описанию которым делилась в своем телеграм-канале описание бесплатное нашла на просторах интернета так что если кому-то интересно подписывайтесь на мой телеграм естественно QR-код будет здесь вот начала вязать кокетку вяжу изделие с круглой кокеткой то есть пока оно выглядит вот так вот здесь у меня вяжу конечно по округу но все равно петли пляшут петли скачут мне не нравится но зная особенность этой пряжи она должна немножко как это сказать то под подсесть если так можно сказать то есть она петли уплотнятся притом резинка здесь у меня вяжется по описанию я ее вязала а нет резинку верхнюю вот эту верхнюю резинку резинку горловины я вязала на спицах два с половиной хотя по описанию там два по моему даже было я не нашла нужного размера мне резку и поэтому вязала я на АДИТРИО это наверное единственное куда они мне пригодились поэтому можно сказать что я их не зря купила дальше уже перешла на спицы три с половиной их я тоже недавно купила это мои любимые уже уже полюбившиеся так сильно это Чиагу или Чиагу ну вот вот такой вот пока прогресс небольшой она вся вяжется вот такими такой резинкой если можно это так назвать то есть резинка здесь изначально три на три потом переходит следующий узор четыре на четыре дальше пять на пять и так до конца кокетки а потом уже вяжется она вниз естественно без увеличений ну хотя кто как захочет то есть я не мерила мне кажется что у меня здесь прямо так вот плотненько будет под горло она сидит как сейчас футболка она мне сидит не знаю посмотрим но я думаю Белла должна немножко и растянуться и сесть я не знаю как это обозвать я не скажу что пряжа это раскрывается ну что то ну как будто как будто раскрывается но не знаю я как правильно это обозвать в общем буду вязать посмотрим сейчас довяжу это изделие у меня скажем так не горящее вязать в сентябре скорее всего его не буду больше я его начала я хотела его начать то есть старт состоялся изделие началось по описанию точнее там описание дано на футболку то есть джемпер с коротким рукавом но я хочу вязать именно джемпер с длинным рукавом чтобы это была такая демисезонная вещь потому что ализе достаточно толстая ниточка здесь вот 250 грамм 900 метров по моему да 250 грамм 900 метров то есть она достаточно такая упитанная ниточка если бы я ее вязала крючком я бы ее вязала на два с половиной но было бы плотно вот и поэтому я вижу из этого демисезонный такой джемпер посмотрим как будет служить как будет носиться и я купила естественно упаковку два мотка то есть вот мой второй моток нетронутый убранный я его так сюда поставлю все ничего я его принесла чтобы вам показать что их два а по описанию типа уйдет один я не знаю а кстати еще еще ради посмеяться вот такая вот штука у меня вылезла из серединки ну вылезло таких у меня две штуки я пыталась достать нити середины потому что я хотела начать со светлого цвета естественно вот такая кака вылезла из серединки это она уже извязана где-то на две трети у меня было таких две одну я извязала одна вот еще осталась поэтому вот так вот неприглядно немножко выглядим ну ничего я ее довяжу и она пойдет моток будет уже достаточно красивый здесь будет еще вывязан росток но росток здесь будет азиатский то есть он вяжется уже после вывязывания кокетки пока вот особенно в камере мне вообще нравится но я надеюсь что 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 так простите пожалуйста меха уже пушинки всякие летают я начинаю чесаться я надеюсь что петли все-таки присоберутся как это было с какой-то кофточкой как она называется стирокотой вот потому что я ее постирала петли собрались выровнялись было все шикарно ну и естественно я ее распустила вот но об этом я рассказывала в прошлом своем влоге вот еще одно мое такое вот новое изделие моточек показываю вам кверх ногами ну конечно вот а теперь а теперь еще у меня осталось два новичка это кстати первое новое изделие еще у меня в запасах давно-давно лежала вот такая пряжа называется лен цветной от пехорки это стопроцентный лен я не знаю что вам даст сейчас номер цвета я вам скажу что это двести пятьдесят шестое светлая джинса насколько я понимаю эту пряжу сняли с производства и сейчас вместо нее выпускают какой-то лен с добавкой тридцать процентов хлопка так простите еще и еще и еще все в вихах дальше 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 на чем остановилась что выпускает стопроцентный лен это старая достаточно партия у меня лежало две упаковки наверное года с двадцать первого терракотовый такой цвет красивый и вот джинсовый терракотовый я думаю что я его кому-то подарю потому что до него не скоро доберусь ну и мне столько запасов много не надо но что я могу сказать ниточка в моточке жесткая я все говорят что фрискалина жесткая нет по сравнению с леном от пехорки она прекрасная и мягкая я о ней расскажу попозже потому что я все таки ее приобрела вот что я хочу сказать про эту пряжу она жесткая в ней есть вкрапления вот эти травяные от самого льна то есть как это можно сказать что ниточка как это принято по-современному говорить ниточка достаточно рустикальная ненавижу это слово не знаю почему вот но надеюсь что вам хотя бы понятно она немножко не однородного окраса хотя ну хотя да в изделии вот я на него смотрю что тоже имеют вот такие вот белые прожилки по мне это очень интересно так метраж то я вам не сказала молодец такая сижу вещаю метраж не говорю где метраж 360 метров в 100 граммах то есть вот этот моточек это 100 грамм я его принесла чтобы вам показать как выглядит 100 граммовая моточка у меня этих моточков 5 штук естественно я докупить ничего не смогу я очень переживала когда начинала вязать из этой ниточки и я ее взяла потому что я вяжу по описанию вяжу по описанию Ольги Манаповой у нее вышел интересный очень интересное описание кардиган корица я не смогла удержаться от него честно для меня крючок в описании там идет три с половиной это просто гигантский размер я взяла тройку и у нее описание сделано под пряжу Леон Хэмпус там 250 метров я взяла вот 360 метров в 100 граммах взяла крючок номер 3 вот мой рабочий моточек это второй и он как бы я думаю где-то половина извязана то есть полтора мотка у меня ушло сейчас я все разберу на показывать буду кверх ногами сразу скажу на вот такой вот объем здесь у меня сейчас уже вывязывается полочка ну точнее сначала все вязалось по кругу изделие само вяжется снизу вверх по кругу до подрезов и дальше поворотными рядами и дальше от подрезов идет уже отдельно вывязывается полочка она у меня не готова до конца еще дальше вывязывается спинка все это соединяется плечевыми швами просто посмотрите какой рисунок обалдеть на камере он прям идеально смотрится в общем какая у меня надежда я вяжу на размер 46-48 да вот так потому что я надеюсь что лен подсядет должен немножко уплотниться сам рисунок между вот цветочками ну точнее в самих лепесточках цветочка чтобы он стал поплотнее и надеюсь еще его потянуть немножко вниз потому что ну не скажу что коротковатое изделие я могу это планкой все снизу исправить но охота чуть-чуть прям подлиннее чтобы он вытянулся и я надеюсь что так как вяжешь ты поворотными рядами то должно должна произойти вот такая вот ситуация сейчас покажу вот такая вот потому что должно все распрямиться потому что здесь потому что потому что извините я очень активно впечатляюсь этим изделием потому что здесь присутствует такая вот гармошка из-за поворотных рядов это не по кругу и должно после этого все распрямиться не вязала образец было лень честно но будет сорок шестой размер значит будет сорок шестой размер но я уже вязала по описаниям Ольги Манаповой по одному по одному описанию и я как бы вязала по моему сорок четвертый размер и для меня он я тогда была сорок вторым для меня он был немножко тесноват а у нее достаточно свободное изделие так что думаю стоит призадуматься и я вот призадумалась и решила рискнуть и вяжу на сорок шесть сорок восемь я еще раз его покажу ну просто ну просто оно восхитительно особенно издалека вот прям читается вот этот узор цветочковый я конечно ногами держу да зачем вот связалось у меня это достаточно быстро то есть вот это у меня даже это в кадр не помещается вот вот это вот это вот это вот это вот этот весь низ изделия то есть совместно две полочки и спинка связалась это быстро сейчас вот начала вывязывать полочку вяжу я сказать так его чисто по вечерам так уже распускаю чисто по вечерам его вяжу поэтому считаю что он достаточно быстро связался и хотелось бы видеть его в виде финиша но сюда еще вязать спинку сюда еще вязать вторую полочку первую надо довязать и сюда еще надо довязать два рукава рукава там длинные так что вот такое вот изделие честно мне нравится при моменте тогда вот когда ли он в матке он кажется прям жестким неприятным для кого-то мне нравится скажем так сразу такая пряжа но в изделии вот здесь вот я его трогаю так как я его уже провязала активно потрогала каждый сантиметр этой ниточки но он уже мягкий приятный для меня честно вот пихорка российская пряжа я вяжу из нее первый раз сразу скажу и мне она прям очень понравилась в матке она жесткая а в изделии очень даже приятная ай да да мой сустав напоминает о себе и еще один процесс с описанием которого я тоже делилась ну так как описание там это что-то типа я бы скажу что это подобие на ирландское кружево потому что ну до ирландского кружева ему далеко да у меня все тут уложено на полу потому что ничего не помещается храню я вот в такой косметичке симпатичной купила ее на вайлберс очень бюджетно кстати купила в районе 300-400 рублей сейчас ее нет в наличии и не будет и все жаль надо было брать еще розовую моток раз моток два моток три да вот розовая нитка на нем и еще есть у меня моток четыре белого цвета я даже его доставать не буду потому что его здесь нет вяжу я его сейчас скажу чем я его вяжу вяжу я его своим новым крючком тулип полтора миллиметра он вот такой вот крючочек обычный крючок оказался кстати достаточно удобный хоть я и больше предпочитаю кловеры кстати вот крючок от моего голубого процесса от корицы вот я сфокусировалась мой классический софт тач вяжу сейчас сейчас ну как сейчас сейчас я опять же не вяжу я только начала этот процесс мотивы я сразу скажу что я их не отпаривала ни нитки не обрезала ничего не делала то есть поэтому да как бы вам их показать вот такой вот листочек он не отпаренный он будет идеально ровный идеально красивый ну не то что мне было лень отпаривать я честно сказать не очень люблю отпаривать сами мотивы но здесь скорее всего придется это сделать до сборки я имела ввиду но здесь скорее всего придется их отпаривать потому что мотивы очень разные специфичные формы вот еще один листочек какой он кривой у вас кажется если честно на самом деле он прям вот идеальный получился ровненький такой плотненький классный листочек и моя медузка честно это не медузка это где лицо вот лицо это 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 лилия и скажем так это заготовка под лилию вот здесь вот прям ну я думаю вы видите что ее прям конкретно надо отпаривать потому что она вся у меня загибается и выглядит именно как медузка я не знаю как ее распрямить как показать вот хватило меня на 4 листочка из 7 вот такое вот изделие да здесь еще торчат нитки их надо заправлять убирать их все прятать здесь цветочек будет из двух ярусов из вот таких вот двух ярусов то есть они будут наложены друг на друга сшиты по серединке и внутри еще будут тычинки то есть сам цветочек цветочная часть не готов и еще я ожидала что по схеме цветочек будет крупнее так попытаюсь его зажать то есть он по факту вот от самого от одного лепесточка до другого сейчас я его померяю и скажу он 11 сантиметров идет всего 11 я ожидала что он будет как моя ладонь с растопыренными пальцами это сантиметров 15 а нет он оказался маленький и в итоге вот в сравнении с листочком они выглядят одинаково вот поэтому это изделие я собираюсь взять с собой в путешествие ну как изделие вот этот дорожный набор скажем так с собой взять его в путешествие и повязывать там потихоньку мотивы потому что собирать я их все равно буду не скоро я думаю это очень долгий процесс будет наверное наверное как моя скатерть я не знаю потому что я еще честно не знаю какой ниточкой его собирать возможно я буду собирать кстати вяжу я его из Ана 16 ну моя стандартная любимая ниточка хлопка возможно я буду собирать ей вот этой же из чего вяжу листочки а возможно буду искать что-то еще потоньше может быть я найду Анну 20 она потоньше там по-моему 600 метров с чем-то не помню если честно врать не буду но по-моему она потоньше может быть найду Анну 20 такого же цвета такой же цвет цвет не знаю у меня не осталось этикеток это уже скажем так использованные мотки есть лежат у меня еще в запасах новые чтобы мне точно хватило но пока вот начала из вот таких вот остатков единственный новый моток у меня был розовый потому что из него я по-моему ничего не вязала я его покупала поэтому на этой изделии у меня отложено там 3 зеленых мотка два розовых один вот этот светло розовый и один белый потому что будут еще белые цветочки изделие я кстати тоже показывала в своем телеграм канале на него там тоже есть схемы к этим мотивам так что присоединяйтесь смотрите может быть вы составите мне компанию и будете вязать вот такие вот у меня процессы как-то в этом году я активно начала вязать спицами переключилась на спицы начала вязать носки так что лежит процессик ждет своего часа честно хочу наверное прийти либо к двум процессам параллельно вязать их либо к трем процессам потому что сейчас у меня процессов дофига и более у меня наверное больше десяти процессов ну что-то около десяти я не знаю там некоторые отдыхают у меня в тумбочке не знаю когда я к ним приду но пока вот мои основные процессы которые продвигаются потихоньку какие-то сильно продвигаются какие-то продвигаются раз в неделю по настроению но посмотрим хочу закончить побольше и хочу начать еще два новых естественно как же без этого дальше дальше произошла ужасная вещь я купила пряжу сейчас я буду вам ее показывать немножко здесь приберусь чтобы ее сюда поставить на стол на котором я снимаю и вернусь к вам уже с пряжей ну что я вернулась поэтому принесла кучу пряжи хочу начать с более примитивных артикулов про ализе беломре ботик я вам уже рассказала что это произошла покупка на 500 грамм но я уже ее начала поэтому тут тут есть мне прям такое основательное оправдание почему я закупила уже помахиваю вам моточком я давно хотела попробовать ализе волтайм все на нее очень такие специфические отзывы по составу тут 75 супервушеву и и чего и дальше и 25 процентов полиамида купила два вот таких моточка естественно я купила их на велберсе они обошлись относительно бюджетно что-то в районе то ли до 500 рублей то ли в районе 500 рублей вот такой вот моточек они по-моему называются точнее из них вяжут носки под кодовым названием носки селезни все это мурчащий и вяжущий чатик от Даши Мурнитки все во всем виноват он поэтому я купилась на вот такую вот расцветку у меня два таких моточка достаточно специфические отзывы на нее кто-то говорит что это прям классная пряжа кто-то говорит что это синтетика ну я не знаю я не могу как-то конкретно это опознать но мне кажется что ничем не отличается от того же Alize Comfort Socks по ощущениям да она немножко мягче немножко пухлее но мне кажется у нее просто такая скрутка пухлая поэтому кстати цвет молчу цвет номер 11 021 здесь 200 метров в 100 граммах такая вот толстая носочка как это называется шести нитка или восьми нитка я не знаю мне это и не принципиально хотя я могу посмотреть хотя здесь почему-то я вижу всего 4 нитки вот и думаю после этого да их здесь 4 вот вот видно я не знаю но достаточно такая толстая по мне она приятная и когда ты ее нюхаешь она пахнет овцой овечкой она пахнет то есть шерсть в ней стопроцентно есть это радует я не знаю когда я за нее примусь я думаю это будет быстро носки когда я захочу прям конкретно отдохнуть от процессов но для этого надо хотя бы несколько штук закончить почему я ее взяла потому что на Вайлдберсе ее моментально расхватывают все те же виновницы из чата Даши Мурнитки я не смогла удержаться и мне тоже она понадобилась пусть лежит в запасах это 200 грамм пусть будут красивые тепленькие носочки почему нет еще дальше из более примитивных артикулов по рекомендациям скажем так же той же Даши Мурнитки я купила лен от Хэмпус изначально я заказывала лен от Хэмпус именно в коллаборации с Дашей но я его не стала забирать мне он не понравился он какой-то слишком уж слишком рустикальный для меня слишком много там этих вкраплений мне не понравилось его качество но здесь пришла такая розовая бобинка это их типа постоянный оттенок это нитку состоит из 1-2-3-4-5-6-7-8 что ли из 8 из 8 ниток а ну да что ж я деградирую если здесь прям подписано 20 на 8 делить из 8 ниток здесь метраж 250 метров 100 граммов бобинка 500 грамм это она вот очень маленькая но по весу да здесь есть действительно 500 грамм это стопроцентный лен ярко-розовый и на нем вот я смотрю на эту нитку на нем меньше вот этих всяких вкраплений меньше льняных палочек меньше утолщений которые характерны для льна не знаю мне она нравится побольше она мне нравится чем именно лен в коллаборации с Дашей Мурниткой давайте его немножко намотаем на мою больную руку то есть вот так вот он смотрится если его сравнивать кстати давайте мы его сравним сейчас вернусь я освобождала место естественно унесла уже цветной лен от пихорки этот лен по ощущениям от пихорки жестче этот мягче он похож прямо на на хлопок он похож но единственное именно по мягкости единственное да присутствует вот эта вот форма льна нитка здесь слабо скрученная у хэмпуса а у пихорки наоборот она плотненькая скрученная она не как это разъединяется при вязании здесь я думаю будет немножко нитка крючком цепляться и разъединяться потому что нитки прям такой вот слабой скрутки ну что ну что ты не фокусируешься вот то есть она прям очень слабо скручена хотя на бобинке она намотана плотно но по факту когда отматываешь вот эту небольшую часть нитка слабо скрученная я не знаю возможно это может мешать при вязании посмотрим как она будет в эксплуатации его я вот эту бобинку я честно брала на как раз таки на кардиган или джемпер как он там называется корица от Ольги Манаповой это на ее новое описание но так как у меня сейчас прекрасно он вяжется из вот этой пряжи может быть потом что-то подобное может быть джемпер может быть даже майка и не знаю пока что родится из вот этой бобинки я купила за 1400 с чем-то но цена блин если сравнивать с итальянским то она примерно равна если по качеству то в Италии как повезет а здесь я сразу скажу я не использовала эту нить я образец не вязала не стирала я не знаю как поведет себя цвет не знаю появится ли вот эта вот пушистость которая характерна некоторым видам льна которую я терпеть не могу именно во льне я люблю более такой как я и хлопок люблю мерсеризованный чтобы он не пушился если он будет пушиться то мне это тоже будет не нравится вот этот вот артикул от пихорки он точно не пушится я не знаю если вы его найдете я бы его советовала покупать потому что он постирается и он будет прям мягкий приятный и не иметь такого количества пуха колоссального пока визуально мне кажется что он не пушится он имеет небольшой такой блеск у вас он намного сильнее блеск имеет сюда я наклеила еще одну бумажечку которая наклеечку которая держала кончик нитки на бобинке то есть здесь прямо на бобинке была наклеена бумажечка и естественно вот она кстати вот это я сюда подписала что здесь 500 грамм и метраж я подписала потому что на самой бобинке метраж подписан вот таким вот образом двадцать на восемь я честно не очень люблю рыться и вспоминать иногда я что-то не помню поэтому поэтому я решила подписать так как мне удобней здесь по характеристикам написан артикул написан цвет ярко-розовый состав стопроцентный лен и производитель вот коньё то есть вот такой вот такая вот бобинка она достаточно тяжелая прикольная приятная посмотрим на летнее какое-то именно верхнее изделие именно на кардиган сразу скажу не на джемпер потому что мне кажется для конкретно моего лета она будет слишком слишком толстая ниточка и кстати что я хочу сказать по толщине я вот сейчас просто их смотрю а так как в розовой бобинке у меня двести пятьдесят грамм то как бы особой разницы я не вижу давайте учтем то что еще у синий и у голубой очень сильная скрутка у пихорки а у розовой скрутка ну практически скрутки нет по факту это прям восемь ниточек вместе сложны поэтому по толщине они плюс-минус одинаковые ну так что как-то вот так вот пока мне пихорка прям очень и очень зашла к хэмпус пусть стоит посмотрим что-нибудь из него по-любому да будет когда не знаю но когда-нибудь будет это скажем так из более таких примитивных простых артикулов еще у меня произошел закуп прям закуп где-то на кило восемьсот ну примерно плюс-минус нет на это на 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 кило семьсот ну кило шестьсот пятьдесят шестьсот семьсот так ладно не суть полтора килограмма округлим в меньшую сторону я купила еще один примитивный артикул там не писался производитель производитель я уже узнала уже только по факту когда эта бобинка приехала ко мне опять же искала пряжу на джемпер от Ольги Манаповой плюс-минус джемпер кардиган плюс-минус такого же метража а потом я полезла в свои запасы нашла пихорку ну да ладно нашла эту пряжу заказала ее уже пришла вот такая бобинка шикарного стального цвета она имеет легкий блеск который мне нравится у вас он немножко естественно засвечен наверное более оригинальный ее блеск с вот этой стороны где моя рука с часами потому что с той стороны у меня окно и от него прям засвечивает из минусов что я увидела на бобинке это гадкий узел где он вот он вот он вот он ненавижу узлы особенно в бобинной пряжи вот эта пакость и оказалось что это производитель Риго и лен фрискалина который про который все писали что он жесткий капец какой ужас вообще кошмар я не знаю возможно это зависит от партии к партии возможно от цвета здесь 100% лен 320 метров в 100 граммах бобинка на 600 граммов у меня здесь у нас более плотная скрутка я бы сказала что-то приближенное к пихорке то есть хорошая достаточно скрутка вязать будет приятно нитка не будет расслаиваться такая немножко вот как будто мерсеризованный хлопок она гладкая ворсинок на ней прям минимальное количество я думаю вы их даже не увидите их я здесь вот они через камеру очень сложно вижу очень приятная нитка мне честно он понравился он не скажу что он жесткий да присутствует какая-то такая жесткость но после стирки он наоборот будет мягкий и приятный я вязала в этом году свою кофту сетку крючком из льна от лоры пиано она тоже была нитка прям проволочная гораздо более проволочная чем вот эта бобинка я ее постирала это нечто восхитительное получилось и она прям такая текучая она прям стекает по телу я думаю здесь будет аналогичная ситуация потому что ну мне он понравился это достаточно считается бюджетным артикулом не знаю кстати почему потому что по факту он стоит или стоит ну я покупала его примерно по той же цене что и другой лен но он наверное более распространенный этот артикул вот покупала я его я уже говорила что опять же на мастер-класс от Ольги Манаповой а там посмотрим как оно пойдет надо отвязать из этой пряжи еще у меня подозрение что эта пряжа у меня останется куда ее девать я больше не знаю потому что для меня это слишком толстый метраж для каких-либо изделий там останется наверное мотка 2 я думаю на майку и куда ее девать я не знаю если у вас есть идеи напишите пожалуйста в комментариях куда можно деть два мотка по 360 метров потому что я правда я не знаю либо что-то вязать на спицах но блин на спицах лен я наверное пока нет я готова получится ли что-то из этого я не знаю даже мне кажется петли будут максимально кривые вот и опять же повторюсь я рассказала вам показала точнее самые распространенные такие артикулы а теперь перейдем к таким к шикарным артикулам не побоюсь этого слова один из них в пропитке один как будто без пропитки я вот на них смотрю у них и цвет и состав и цена была даже неплохая если уж пересчитать на цену готового джемпера я за я не помню сколько я за эту бавинку заплатила что-то по-моему господи не дай бог муж услышит что-то в районе четырех пяти тысяч рублей но извините за эту цену я куплю джемпер в лучшем случае из хлопка в лучшем случае из хлопка таких составов я не видела нигде это я говорю сейчас про масс-маркет это биоджоли модеста уже производитель то есть уже производитель говорит сам за себя что он шикарный по составу это пятьдесят на пятьдесят як и верблюд просто як и верблюд я обожаю як я от него в полном восторге и именно вот это мое оправдание почему я не смогла сдержаться именно як меня подкупил а ну еще в составе точнее в компаньоне у него идет верблюд и это просто вообще супер метраж здесь семьсот метров в ста граммах у меня это бобинка на шестьсот грамм честно с этим магазином мы никак не можем найти общий язык я просила их размотать на две бобинки чтобы вязать в две ниточки потому что вот вот это вот одна а здесь я уже сложила по не знаю по правую у вас сторону или нет здесь уже видно что я сложила две ниточки и вязать прям две нитки его будет идеально думаю надо не знаю как оно еще раскроется но спицы наверное три с половиной я думаю подойдут сюда прекрасно вот такая вот тяжелюха приехала одна не две ну ладно буду перематывать сама по моим ощущениям ниточка находится в жуткой пропитке она жесткая но она имеет запах вот этого яка не противный а наоборот такой классный приятный такой не знаю как как в магазин заходишь с какими-то шерстяными изделиями премиального бренда типа лора пиана что-то вот такое вот такой запах имеет то есть запах новой шерсти я не знаю как это сказать в общем это шикарное бобинище восхитительнейшая просто я от нее в полнейшем восторге и цвет цвет максимально мой максимально я обожаю вот эти теплые цвета коричневые рыжие это прям вот мое да я верчусь чтобы показать хотела вам показать еще раз свою свой платок который я вяжу из артисана и махера прям прям оно подходит кстати сразу скажу что цвет у вас засветляется из окна вот на эту сторону светит свет и в итоге более натуральный где-то вот здесь вот потому что он прям такой глубокий оранжевый оранжевый рыжий именно рыжий он и называется рыжий намного светлее передается засвечивается по факту цвет такой более дорогой более глубокий у вас прям оранжевый какой-то уходит это прям вот мое вот наверное что-то вот такого цвета прям натурального Я готова ей пить сиренады Не дошла у меня рука до образца Потому что много процессов Я не знаю, я пока сейчас все, наверное, бобинки покупаю на розмарин Охота какой-то легкий джемпер Легкий в плане Ну что там нет таких сложных оранов Это, наверное, я себя этим успокаиваю Что там не сложно Не знаю, и простой Обычная охота что-то простым регланом Лицевой гладью мне будет вязать скучно Я буду вязать просто тучу лет Потому что не люблю я лицевую гладь Я все-таки надеюсь, что я доберусь до своей швейно-вязальной машинки И свяжу Потому что и толщина нитки подходит Но я хочу использовать его для ручного вязания в две нитки Потому что у меня здесь 600 грамм То есть 7,3 Если вязать в две нитки, то у меня итоговый метраж будет 200 метров Мне должно хватить на джемпер, я думаю И следующая, следующая моя пряжа Которую я готова вязать уже сейчас На которую я готова Господи, меха тут эти пушистости всякие летают Которую я готова уже прямо сейчас взять в работу И потратить ее на розмарин Но я боюсь, что мне ее может не хватить Я забрала остаток Здесь 475 грамм Я ее не показываю Не показывали 475 грамм Она по ощущениям как будто без пропитки Здесь присутствуют какие-то волосюшки Вы их уже видите, я думаю Даже можно вот так вот Вот они Пушистости всякие присутствуют Она такого богатого голубого цвета Может быть он холодный И мне он не очень Но на камеру смотрю Вроде очень Давайте ее намотаем 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 То есть вот такая вот ниточка Планирую вязать ее в одну нить Потому что здесь Я не помню сказала, не сказала Я пребываю в дичайшем восторге Здесь метраж 370 метров В 100 граммах То есть прямо в одну нить идеально Очень надеюсь, что мне хватит Потому что итоговый метраж 1750 Там сколько-то метров По составу Это просто Это просто нечто потрясающее Я готова вот сидеть ее и трогать Также я готова трогать Ангору 80% От Биологи Модеста Я не знаю производителя Магазин походу его тоже не знает Потому что магазин ничего не подписал на конусе Там у меня пусто в конусе По составу это 60% яка Божечки И 40% бобилама И эта бобинка по цене Была дешевле Чем верблюд С яком Намного Прям ну хорошо дешевле Наверное поэтому она и была последняя Потому что верблюда с яком было еще много Она просто нежнячая Нежнячая Я не знаю как Как питерцы не скупили И не вынесли весь этот магазин Я не буду его рекламировать Потому что это скажем так Мой любимый магазин Хоть у нас есть там некоторые Недомолвки В плане не размотать Бобинку на две Ну и да ладно Зато я пряжу быстро получила Мне не пришлось долго ждать Вообще никаких претензий В этом плане не имею Магазин я уже и тут упоминала Я в нем часто покупаю И в нем продаются Достаточно Интереснейшие Артикулы Очень необычные Что-то типа такого Которые не встретишь нигде Я не видела подобные Артикулы в самородине Вот ни одного Кроме Ангоры 80 От Биологи Модеста Которую я купила в самородине А вот какие-то необычные С Яком С Бэби Ламой Это вот мой первый артикул Естественно я не смогла пройти мимо С верблюдом Очень редко можно встретить В самородине А с Яком вообще Честно не встречала Если он Хотя я в самородине Наверное Года с 17 присутствую Ну как бы уже достаточно Много времени прошло То есть 7 лет Я там присутствую Если я ее встречала Наверное это был Единичный случай Поэтому я его не запомнила А здесь вот такая вот Бобинка Я не могу вам ее не показывать Она просто Просто магическая И ты ее притрагиваешь Ко всем вот Таким местам Которые реагируют на колкость Это котеночек Это правда Она очень мягкая Я от нее В дичайшем восторге Я честно Я пожалела Что Мои финансы Сказали мне Что на 2 бобинки Мне не хватит Там были еще другие Какие-то цвета Но я взяла голубую Потому что у меня Во-первых Такого цвета нету А во-вторых Давайте будем Откровенны По моей Вкусовщине Те цвета были хуже Возможно там были Какие-то светлые Я уже не помню А светлых у меня много Либо те цвета Которые у меня уже есть Потому что по-моему Там был такой пастельный Оранжевый Пастельный желтый Красивый цвет Но у меня уже есть он Из этого же магазина Поэтому такое ощущение Что если я поеду в Питер Мне придется опять посещать Этот магазин Я хочу перетрогать там все Все просто Перетрогать все хочу Я пребываю в восторге Вот Вот такие вот мои Покупки Были Купила Я считаю Что я много Кстати вот Записала на бумажечке К этой бобинке В пакетик положу Вот так вот Буду на нее Смотреть Потом может быть Открою описание Розмарина Посчитаю Хватит Там не хватит По-любому Мне надо будет вязать Размер больше Чем я есть И может быть Я начну Розмарин из нее А не из гребеного Мериноса Который толстенького Который я приготовила И лежит у меня уже В спальне Там в комоде У меня лежит пряжа На ближайшие проекты Так что Вот такие вот мои новости Вот такие вот покупки Но мимо яка Я не могу пройти Конечно Моя 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 непокупательная Деятельность Должна продолжиться Я очень надеюсь Что я все больше Не планирую Ничего покупать Но Если мне опять Встретится як Я не смогу устоять Он просто Это просто Нижнячесть Я не знаю Как это обозвать В том магазине Я уже покупала Весной Тоже як Там по-моему А там было 90% яка И 10% шелка Я не знаю Смогу вам я его показать Или нет Сейчас давайте посмотрю Не смогу я вам его показать Я даже не знаю Где он честно Там лежит Он я оказывается Перенесла Когда пряжу Снимала Все свои запасы пряжи Снимала Я перенесла Все это на верхнюю полку Мне туда нужна лестница Чтобы туда налезть В общем лежит он Где-то высоко Далеко Там Ну я ее показывала В каком-то из влогов По-моему даже Во влоге номер 2 Не помню Если честно Вот Показывала ее Скорее всего я на ней Подробно остановилась Потому что Ну это як Это як Я купила ее тогда То ли 350 грамм То ли 450 грамм И потом еще Докупала 150 грамм Наверное Блин я не помню Наверное 450 грамм Я все-таки купила Не помню Она была там Ну по такой По кусачей Достаточно цене Для меня Для моего кошелька 890 рублей За 100 грамм То есть Ну такая она Но Как бы цвет у нее был Цвет-цвет Какой-то такой Серо-бежевый Ну не очень он Скажем так Не то что не для меня Я люблю яркие цвета Вот они Вот они все мои яркие цвета А там прям такой Пастельный-пастельный У меня наверное Из таких вот Базовых Вот Серый приехал Но тоже стараюсь я Разбавлять Свои яркие цвета Базой Чтобы она появлялась В моем гардеробе Потому что базовых цветов У меня почему-то нет Не знаю почему Но не суть Суть в том Что Я купила Эту бобинку И я там трогала Образец Там был отвязан Образец Достаточно тонкая нитка Возможно 450 метров Не помню я Но тонковатая она То есть Если ее вязать В одну нитку То ее вязать На спицах Номер 3 Я потрогала Этот образец Там 90% Яка И 10% Шелка Напомню Если я об этом Не сказала А просто подумала Это просто Нежнейший был образец Это что-то восхитительное До этого я вязала Из яка Но там был шнурок Там по-моему 100% як И с добавкой Люрекса Шнурок такой был Ну не помню Немножко Немножко не помню Или не 100% Но 90% яка Точно Я вязала из него Жилетку С которой я до сих пор Не знаю что делать И распускать Распускать ее не жалко Я не знаю что из нее связать Точнее перевязать Во что ее Возможно в шапку Но шапка светлая А мне больше идут темные оттенки Для контрастности Скажем так Потому что светлая Меня как-то высветляет Я становлюсь Бледненькой А вот И она просто Жилетка тоже Это максимально Самое нежное Что я когда-либо Щупала в своей жизни По мне Это вот Як Это что-то на уровне Ангоры Именно классные Ангоры Не китайской норки Или китайской Ангоры Которая продается На Вайлберисе Я пробовала Несколько артикулов И китайскую И Естественно Норку я пробовала И пробовала Еще какой-то Итальянский артикул 70% Там было Ангоры Вот Биологи Модеста Как я его правильно Прочитала Биоджиоли Модеста Биоджиоли Модеста Не сравнится Ничего Поэтому Для меня Если Ангора То это Биоджиоли Модеста Больше никак Больше никак Потому что Ее сейчас Очень сложно найти А если ее и найти То она стоит 2000 И побежала В небеса Цена За 100 грамм За 100 же грамм Да За 100 грамм А инстаграм Ну что мы свяжем Шапку Шапку За 2000 рублей Ну как бы Для магазина Возможно это Для готовой вещи Это может и недорого Точнее как бы Да это недорого А для Пряжи Кусачья цена И вот Я Показывала вам В своих В своих В своих Аксессуарах Такого винного Цвета Бордового Насыщенного Треугольный Платок Шапка была И повязка На голову Вот это было Связано Из Ангоры Именно От Биоджи Модеста И еще у меня В запасах Лежит Ангора Примерно Вот такого Цвета Но она Уходит Более в холодный Какой-то оттенок Этот мне кажется Ну У вас он Холодный Уходит А у меня Мне кажется Он более теплый Вот видите Какая у вас Большая разница А у меня Они практически Одинаковые А Лен У вас темнее Я не знаю Почему А Бобинка С Яком Светлее Вот короче Что-то Между этим Между этим Цветом Только более Холодный оттенок У меня лежит Для Джоли Модеста Восьмидесяти Процентная Ангора Ее мне хватит На толстенький Такой джемпер Даже возможно В две нитки Мне ее хватит Но Я пока Пока жду Вдохновения Я даже Ну хотя я знаю Наверное Какой джемпер Я из нее свяжу С крулой кокеткой Но пока Пока у меня Недостаточно опыта Чтобы испортить Эту нитку Я не готова Ее испортить В общем Вот чем я занималась Последние две недели Я последние две недели Ничего не шила Чисто вязала И поэтому Моя рука Перенапряглась И сказала мне До свидания Я Хотя сегодня Сегодня у меня пятница Хотя Снимать я планировала В четверг Но сегодня у меня пятница Я планирую Сегодня тоже вязать И все выходные Я планирую Тоже вязать А на следующей неделе Уже уйду в пошив И вязание у меня Перейдет В ранг Вечернего занятия Вот такие Вот такие мои новости Такие мои покупки От которых я не смогла удержаться Честно Я Не Не расстроена То что я купила Вообще Никак Я Не могла пройти Мимо этих артикулов Нет Никак Я никак не могла пройти Мимо этих артикулов И То что Я боялась Что Лен Фрискалина Жесткий Прям капец Как многие Многие блогеры И в отзывах В комментариях Девочки писали Что капец он жесткий Вообще он классный Я не знаю Что вам не нравится Вообще шикарнейший Лен Один Но пока Вот именно по ощущению Бобинки Наверное он один из лучших Который я пробовала Вот так И относительно Бюджетный Жесткий Вот это жесткий Но после стирки Он превращается В нечто прекрасное Поэтому Любой Лен По мне Который пробовала я Он превращается В нечто прекрасное Поэтому спорный момент У меня По ощущениям От Хэмпус 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 Сковальна Потому что Ниточка Расслаивается Расслаивается сильно Не знаю Как будет вязаться Не знаю Как будет служить И надеюсь Он не распушится То что Фрискалина не распушится Это стопроцентно Это Меня устраивает Я уже вижу Это по нему Что он не распушится Пихорка Пихорка Я не знаю Она как бы Не имеет Такого блеска Свойственного Мерсеризованного Хлопку Но она тоже Не должна Мне кажется Распушиться Так сильно Я надеюсь Что Немножко Ниточка Подраскроется После стирки И заполнит Пустоты И рисунок Станет Плотненький На что я надеюсь То есть Она подсядет В ширину И вытянется В длину Ну это Моя надежда Посмотрим Надеюсь Что в конце Сентября Или в середине Октября Я уже Смогу вам сказать Да или нет Так случилось Или нет И буду ли я носить Этот Кардиган Очень надеюсь Я хочу к нему Какие-нибудь Пуговицы Интересные Почему-то охота Дерево Но блин С деревом Будет проблема Удаленно На Вэлберисе Заказывать Это будет сложно Потому что К этому цвету Надо прикладывать А пластиковый Не хочу Потому что Он вот такой Вот такой Вот опять Это дурацкое слово Сюда подходит Я не знаю Как по-другому Это сказать Потому что Он рустикальный К нему нужны Какие-нибудь Кокосовые пуговицы Какие-нибудь Какие-нибудь А Обычные Кокосовые пуговицы Они имеют темную сторону И она сюда не очень У автора Описания Там идут такие Деревянные пуговицы С сердечком Они вот Да Возможно сюда Идеально подойдут У меня есть пуговицы Деревянные С перламутром Внутри И Вопрос в их размере Возможно они будут большеваты Вот так вот В общем Это все мои новости На сегодня Которые я хотела Вам рассказать Больше мне рассказывать Вроде как бы И нечего Поэтому Я продолжаю Свою непокупательную Деятельность Буду стараться Продолжать Непокупательную Деятельность А на эти бобинки Я буду ловаться Пока что Надеюсь Скоро мои руки До них доберутся Потому что Сейчас я замечаю Что как правило Я вяжу Из тех бобинок Которые Купила недавно Из той пряжи То же самое Потому что Старая моя пряжа Залеживается Она у меня В основном Все куплены Для крючка А в этом году Я стараюсь Максимально Продвинуть Свои навыки В спицах В следующем году Скорее всего Буду тоже продвигать Потому что В планах У меня начать еще Я говорила Два процесса Нет Не правда Не два Я хочу начать Розмарин Джемпер По описанию Лизах Упавки Джемпер По Джемпер Шторм По описанию Пяти тнит И хочу Кардиган Крючком Как бы это Сранно не звучало Хочу Кардиган Крючком Он такой Будет Зимний Осенний Весенний Я уже Вязала Подобный Я связала Достаточно Маленького Размера И он Мне Я уносил Какое-то Время А потом Кто-то Покушал И в него Не влез И это Была я Я его Вязала Из Он был Полосатый Вязала Его крючком Крючком Два с половиной По-моему Либо два Два По-моему Да Из двух Видов Пряж Это была Бриллиант От Вита Пять Пять На пятьдесят Или сорок Девять Пятьдесят Один Шерсть С Господи Я все забыла Шерсть с акрилом И была Кауни Вязала Я из Кауни Пламя Или Флейм По-другому Из маленькой Тоненькой Которая Восемь один Которая там Семьсот шестьдесят Метров На сто грамм Я вязала Я вязала из нее Кардиган Зигзагами Вспомнила Все Не могу вспомнить Это слово То есть там была Такая круглая Кокетка Ну как Кокетка вязалась По кругу Она не круглая Скорее квадратная С ростком С зигзагами И там чередовалось Два ряда Молочного Бриллианта И два ряда Кауни Вообще Шикарнейший Кардиган Получился Мне он нравился Такой достаточно Необычный Нестандартный Неподходящий Под современные Реалии Кто там любит Современные вещи И это не ко мне Ну хотя Тем не менее Все вяжут штормы Все вяжут розмарин Я их тоже хочу У меня Мой стиль Это какая-то Смесь всего Да побольше Поэтому стиля Толком и нет Но Кардиган Я такой хочу Он был длинный До середины бедра С длинными рукавами Он классный И он За счет того Что Вита Бриллиант Не была для меня Колючей Акауни покалывала И Сочетание Это двух пряж Мне не давало Такую сильную Колкость Которую я бы Не могла переносить Вот например Муж у меня Вита Бриллиант Я ему вязала Шапку Шарф Свитер Он это не может Носить ему колется Да Вот так вот А мне нормально Поэтому Вита Бриллиант Меня вполне устраивает Ее уже нету В моих запасах И не будет Я ее не куплю Она того не стоит Я не знаю Не люблю Вот эти 50 на 50 Но в моих запасах Осталось Ализе Лана Голд Файн Которые 390 Или 380 метров На 100 грамм И вот Я прекрасно Заменю Этой ниточкой Мне ее хватит На свитер Который я запланировала И на кардиган Там у меня упаковка И плюс 1 или 2 мотка Вот так вот Там То ли 6 То ли 7 У меня мотков Поэтому мне хватит И на то И на другое Вот такие мои новости На сегодня Я буду с вами прощаться До следующих встреч Всем пока-пока